В городе пахнет мандаринами и чудом, а значит скоро новогодняя ночь. Это видео поможет вам, несмотря на любые минус 20, выглядеть сногсшибательно в Новый год. А его как встретишь, так и поведешь. Все, Тань, сняли. Жесть, пожалуйста, я пуховик не могу. Минус 25, это вообще законно? Я все, я внутрь. Я пообщалась с тремя стилистами, которые рассказали для вас все тренды и секреты идеального образа на главную ночь этого года. Заинтриговала? Поехали. Глава первая. Недостаточно новогодняя. А давай мы просто будем снимать елку. Зачем я? И не будет такой шевеляющийся рот. И мы начнем разговор про праздничный гардероб новогодний с Дашей Трофимовой. Привет. Которую вы наверняка помните по нашему предыдущему совместному видео. Я уже на собственном опыте знаю, как Даша помогает людям решать задачу шкаф, ломиться, а надеть нечего. Учится читать вещи. И, кстати, активно делает это онлайн с помощью курсов, уроков, ну и, конечно, на своем YouTube-канале. А, и еще она прелесть. И у меня к тебе первый такой вопрос. Как ты считаешь, что вот самое ключевое, что нужно осмыслить, понять, когда ты начинаешь готовиться? Встаешь перед этим вопросом, что одеть на Новый год, такой большой выбор сейчас. Как сориентироваться в этом и с чего начать? Будет удобнее, если ты включишь логику и попробуешь структурировать, собственно, ситуацию, в которой ты окажешься. Потому что мы все празднуем Новый год по-разному, с разными людьми в разных местах. И будет здорово, если мы будем понимать про себя, куда мы идем, с кем мы будем отмечать, а как по комфорту нам должно быть в этот момент. Вот ты, например, как собираешься Новый год отмечать? Мы точно будем отмечать с друзьями на даче, и там, типа, скорее удобно. Очень надеюсь, что получится в новогоднюю ночь еще сходить куда-нибудь, типа, потусить. Если говорить о ситуации, когда ты едешь на дачу с друзьями, я бы предложила надеть какое-то красивое вязаное платье в пол. Звезды опускаются ниже, Свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, Значит, наступила зима. Потому что, с одной стороны, мы привыкли, что если праздник, то это платье в пол, чтобы было торжественно и красиво. А с другой стороны, на даче мы можем чуть более такой креативный подход применить, да, и надеть платье вязаное. На землю тихо опустилось, Зима, зима, зима. Как сложно пить человеку, который умеет петь. Я? Я не умею. Я же не алсу. Получается, в момент, когда ты на даче с друзьями, тебе нужно, чтобы это было и комфортно, И плюс, параллельно тебе нужно быть красивой для того, чтобы, ну там, Друзья мужа, в конце концов. Да, произвести впечатление, все такое. То есть, нужно баланс, влюсти, определенный, да. В ситуации, когда ты идешь, например, в ночной клуб, тут уже ты не думаешь так много о комфорте. Ты больше думаешь о том, чтобы это было эффектно, чтобы это было по-настоящему празднично, да, чтобы... Ты уже хочешь, как бы, выпендриться. Выскусила. Да, поэтому мой выбор, это пакетки, потому что они будут отражать этот свет, который вокруг тебя будет в клубе. И, насколько я знаю, сейчас этот тренд, чтобы... Да, это очень актуально, это очень модно. Самое главное, выбирайте хорошую длину, достаточно элегантную, такую, чтобы это не смотрелось слишком наивно. В случае, если вы пойдете на улицу и захотите надеть туда колготки, надевайте абсолютно любого цвета. Это могут быть черные полупрозрачные колготки, мой любимый цвет антрацит, или же какие-то кружевные колготки. Такой юбке я хочу предложить топ, достаточно простой, чтобы не было эффекта, что ты наделаешь все лучшее сразу. Да. Чтобы в верхней части ничто не отвлекало от твоего прекрасного лица, глаз, улыбки. Мы радуемся трофеем, украденным стаканом из клуба, и поливаем диджея, на чем стоит свет, на чем стоит свет. Лицо, глаза, улыбка. Ну и вообще, мне кажется, знаешь, открытые женские плечи это одно из самых эффектных оружий в ночном клубе. Или ты зачем туда ходишь? Я что-то забыла. Я вообще-то замужу. Против мужа, что оружие нельзя направлять? Вообще-то можно. Все это только ради него и делается. Спойлер. Мы еще собрали, мне кажется, штук 10 луков на абсолютно разные новогодние ночи, которые будут у Даши на канале в ее видео. Поэтому я с вами не прощаюсь, жду вас у себя на канале. А мы продолжаем. Ну что ж, надеюсь, мы разбудили ваш аппетит. Сейчас самое время посмотреть видео у Даши. А если вы пришли ко мне с Дашиного канала, то hello! Вы уж простите, что я так медленно говорю. Подписывайтесь на канал. Обещаю, вечный источник хорошего настроения. Не верьте мне на слово, проверьте лично уже завтра. С вами была Таня Старикова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok